Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала про цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, как золотые правила выращивания баклажанов. И в конце видео мы покажем цветную капусту, которая выпустила цветочные стрелки, и объясним, почему это произошло. Первое и самое важное в выращивании баклажанов, это понимание того, что это растение теплолюбивое для оптимального роста, развития, закладывания цветочных почек, формирования плодов, ему необходима температура 21-27 градусов. То есть такой вот небольшой температурный коридор, в который желательно вписаться при возделывании данного овоща. Поэтому наиболее оптимальные варианты выращивания баклажанов в условиях средней полосы, как например у нас в Беларуси в Центральной, это все-таки больше теплицы и парники. Вторая особенность баклажанов, это то, что они наряду с огурцами относятся к тем овощным культурам, которые крайне и крайне любят поесть. И за счет вот этого вот обильного питания, которым мы их определенно снабжаем, они будут закладывать достаточно большое количество цветочных и плодущих почек. Соответственно, всякий раз, когда мы идем на осмотр баклажанов, когда мы идем поливать данное растение, то мы чередуем различные подкормки, азотные в начале вегетации, калийные, и не лишним будут кальцевые подкормки для профилактики вершинной гнили. Подкормки баклажанов будем проводить с каждым поливом. Третья особенность, на которую стоит обратить внимание, это не только требовательность к питанию, но и требовательность к обильному увлажнению. Когда наши растения цветут, плодоносят, им необходимо достаточное количество влаги. Корневая система баклажан должна быть в прямом смысле постоянно увлажненная, как рис на рисовых полях. Поэтому, в отличие от томатов, от перцев, но вместе с огурцами, баклажаны необходимо поливать в зависимости от температурных и погодных условий, но не реже раза в 5 дней. Конечно, когда мы поливаем любое растение, мы ориентируемся не только на температуру и погоду, но и на почвенные условия. Если у нас почва плотная, плохо дренированная и идет постоянное застаивание влаги, а также почва, обедненная микрофлорой, полезной, то тогда, к сожалению, развивается обильное количество всевозможных корневых гнилей. Поэтому пятая особенность баклажанов для того, чтобы предупредить различные заболевания, наиболее распространенно это фузырозное увядание, вертицелиозное увядание и трахимикозное увядание. Необходимо наряду с поливами и подкормками ввести профилактические обработки по корню, также можно и по листу, различными биологическими препаратами на основе сенной палочки и триходермы. В случае перепада дневных и ночных температур, когда днем жара и у нас растение начинает увядать, но мы знаем, что достаточно его увлажняем, то это первые признаки проявления различных заболеваний. К сожалению, заболевания грибного характера, они закупоривают сосудистую систему, растения просто не могут всасывать в воду, не могут его поставлять от корневой системы в вегетативную часть и начинают увядать. И в таких случаях необходимо не только уже профилактически, но и симптоматически лечить наше растение от патогенов грибного происхождения. Шестая особенность при выращивании баклажанов, это, к сожалению, его низкая устойчивость к паутиновому клещу, к тому вредителю, который активно поражает посадки этого овоща, как в открытом, так и в закрытом грунте. Поэтому обязательно с каждым прикосновением к нашему растению осматриваем его очень тщательно на любые проявления паутиного клеща. И в случае первых признаков его обнаружения мы ведем борьбу, например, такими препаратами, как фитоверм и бетоксибацелин. Оба они вместе работают хорошо и слаженно. Ведем растворение этих веществ строго по инструкции и обрабатываем растения минимум три раза за сезон, для того, чтобы полностью снять развитие этого вредителя с наших растений. Последнее седьмое золотое правило, которое я хотела бы озвучить в этом видео, это формировка наших кустов. Когда мы покупаем сорта низкорослые, то они, как правило, в формировке не нуждаются. Если мы говорим про более высокорослые сорта, то тогда, конечно, необходимо для равномерной плодовой нагрузки дозированно удалять цветки, особенно коронный цветок, вплоть до первых трех цветков. А вообще необходимо обязательно, независимо от того, низкорослое растение или высокорослое растение, обязательно почаще снимать плоды. Поскольку чем чаще мы будем снимать плоды из баклажана, тем больше плодов это растение будет закладывать в последующем. И в конце видео, как обещала, показываем вам капусту, которую выпускает цветочные стрелки. Если мы выращиваем летние сорта капусты, например, пекинской, цветной, брокколи, кальраби и иных капуст, то необходимо все-таки подбирать для них более защищенные от активного солнца места. Поскольку капуста является культурой длинного дня, и чем больше солнца падает на растение во время его роста и развития, тем больше сигналов оно получает для того, чтобы уже начать выпускать цветочные стрелки, формировать семена, переходить из вегетативной фазы в репродуктивную. Не совершайте ошибок при возделывании капусты, подбирайте для них более притяненные участки. Если нет такой возможности, то создавайте искусственные источники притянения в наиболее ярко освещенные полуденные часы. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. Всего вам хорошего!